Юлия Пантелеевна родилась в маленькой деревне Кировской области. По трагическим обстоятельствам попала в детский дом, когда ей еще не исполнилось и двух лет. В интернате получила аттестат, затем окончила школу кулинарии. Сменила множество профессий, работала поваром, рабочим на лесозаготовке, почтальоном. Со своим будущим мужем Ильей Нестеренко познакомились там же, в Кировской области, где он служил в армии, поваром в солдатской столовой. Им было по 23 года. Тогда и началась история семьи Нестеренко. Он был стройный, спортивный. Спортом он хорошо занимался. За меня заступался всегда. Там солдат много было. Всем хочется поразговаривать. Женщина мало там. А он все время заступался за меня. Ты не разговаривай, говорит, а молча работай. Ну вот так вот и проработали. Илья Иванович сразу заметил свою будущую жену и влюбился с первого взгляда. Ну, наверное, не последняясь своей внешности. Обходительность, разговоры – это нормальное понимание друг друга. Ну, в общем, понравилось друг другу. С 1966 года супруги живут в Бердске. Илья Иванович более 30 лет проработал на БМЗе слесарем-инструментальщиком. Потом ушел на химзавод. Работал на радиозаводе «Вега». Юлия Пантелеевна практически всю жизнь проработала поваром в детском саду. Жили дружно, вырастили двух дочерей. Старшая Светлана уже 35 лет работает на БМЗе, а младшая Татьяна – врач-хирург-стоматолог в московской клинике. Сейчас у супругов Нестеренко два внука и две правнучки. В апреле прошлого года Юлия Пантелеевна и Илья Иванович отметили золотую свадьбу – 50 лет совместной жизни. На вопрос, в чем же заключается секрет семейного счастья, они отвечают так. Секрета никакого нет. Сошлись, живем. И в горе, и в радости, как бывает. Большое терпение. Терпение надо всем. Уступать друг другу. Работать, работать и работать. И не лениться работать. И для семьи, и для себя, и учиться, так же стремиться. Вот и сейчас супруги с удовольствием вместе работают на даче. Оба давно на пенсии, и здесь проводят гораздо больше времени. Несмотря на возраст, ни Юлия Пантелеевна, ни Илья Иванович не жалеют сил и ухаживают за огородом. Выращивают цветы. Вот тут были тюльпаны. Они уже все отсвели. А здесь мы посадили гладиволосы. Впрочем, и в других делах Нестеренко добивались успеха своим трудом. Заработали квартиру, воспитали двоих детей. Молодым семьям супруги, отметившие золотую свадьбу, советуют больше уступать друг другу, работать и стараться в каждый общий день вносить свой вклад, сотканный из любви и заботы друг о друге.